всем привет привет меня зовут марина и добро пожаловать на мой канал это видео я хочу начать с благодарности всем вам моим подписчикам и зрителям спасибо за то что подписались за то что смотрите комментируете и ставите лайки так как мой канал очень молодой мне очень нужна ваша поддержка и хочу несколько слов сказать о том что мне пришлось поменять название канала так как она совпадала с уже существующим каналом вязаной истории который существует уже достаточно давно и я обратила внимание что начали происходить уже некоторые недоразумения и путаница поэтому сейчас мой канал будет называться мариша то есть вяжи для души я надеюсь что теперь уже никаких недоразумений не возникнет и так давайте приступим непосредственно к теме это видео это продолжение марафона вязание из тонкой пряжи идет третья неделя и я конечно планировала связать намного больше но сколько связалась только и связанность я покажу вам сначала готовые работы я довязала два таких комфортера для малышей из хлопковой пряжи так давайте сейчас измерим их где-то 15 сантиметров до около 15 сантиметров глазки у них есть и размер у них тоже подходит значит их включаю в готовые работы особо рассказывать здесь нечего вяжется все очень просто спиральки я ввязываю сразу в процессе чтобы потом не пришивать так и еще что я связала я начала наконец-таки довязывать те тела которые у меня были связаны на прошлой неделе и вот такую лягуху я довязала я сделаю ей розовые щечки из софти мне кажется смотрится симпатично они такие пушистенькие что мне не очень нравится это как у меня получились глаза они выглядят как-то неаккуратно с этими белками но мне хотелось сделать именно с белыми частями мне очень нравится идея лягушки олены зелединовой у нее связаны целиком глаз и белок и зеленая часть сверху возможно так выглядела лучше но я переделать уже не буду ставлю так целом она тоже чем симпатично давайте измерим ее рост 12 сантиметров и что я еще вязала на этой неделе я взяла на тестирование зайку девки единицкой посмотрите какая она получилась у меня здесь сарафанчик на пуговке он снимается такие штанишки и вот чем больше я смотрю на эту зайку мне она очень нравится мне нравится цвет вот этой пряжи кстати это пряжа джинс крэйзи цвет 8203 очень интересное такое сочетание цветов мне она нравится но я никак не пойму нравится ли мне это сочетание с этой серой зайкой и с кремовым цветом ее пижамки напишите в комментариях нравится ли вам такой платья или все-таки стоит связать его другого цвета теплого например розового и красного возможно оранжевого персикового как вы думаете мастер-класс у евгения очень подробный мне все понравилось все было понятно бантик я сделала без резинки просто связала воздушные петли но какую ошибку я совершила при вязании я не набила тело здесь в этой части я подумала что это зайка это комфортер для малышей в кроватку и принципе он будет так лежать и решил не набивать но сейчас я уже смотрю думаю что все таки наверное стоит немножечко поднабить и что я вам еще хотела показать это процесс который я вчера начала этого персонажа я хотел связать давно смотрите вот пока у меня готова такая головушка интересно угадаете кто это или нет сейчас пока ничего не понятно а если я приложу вот так вот кусочек волос не знаю загадались вы или нет но это будет рон унзи из гарри поттера очень интересный персонаж мастер-класс марии веровой мне когда увидела мне сразу захотелось его связать он не похож на других совершенно других кукол здесь интересное вывязывание глаз смотрите глазницы вывязываются и отдельно глазах я первый раз встречаю вот такой вариант мне очень нравится в разных мастерей смотреть их оригинальные подходы для вязания игрушек волосы я решила сделать вот такого цвета и это карамелька стопроцентный акрил цвет терракот 051 изначально когда я решила вязать рона я обнаружила что у меня нет в наличии не бордового цвета на его свитер не подходящего цвета на волосы я пошла в ближайший магазин ходила ходила выбирала 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 и выбрала для волос вот такой горчичный цвет это альзе суперлан классик решила взять его но когда я пришла домой мне он нравится и я покопавших покопавшись у себя в закромат нашла вот такой вот таракутовый цвет и мне кажется что он подходит лучше чем горчичный как вы думаете а для свитера бордового я купила вот такой цвет очень красивый ягодный это ализе baby wool здесь составе шерсть акрил и бамбук 50 грамм на 175 метров метраж нормальный но при вязании мне кажется что все таки ниточка тонковата и придется ручку мне довязывать еще не по мастер-классу вязать еще несколько рядов я уже буду ориентироваться когда свяжу тело и там посмотрю насколько нужно будет увеличить рядов но цвет очень красивый я хочу ближайшие дни довязать эту игрушку и показать ее вам и на этом пока все встретимся в следующем подключении всем привет это финальное включение на этой неделе я была уверена что я довяжу своего урона но у меня вчера но у меня вчера практически полностью выпал вязальный день из моей жизни поэтому покажу что у меня связалось и довязалось я довязала правичок ровно вот такой он будет рыженький кудрявенький пришила нос и не осталось еще придет глазки и возможно я буду вклеивать и пришивать вместе чтобы они лучше держались так и тело я его практически довязала мне осталось только чуть-чуть горшко связать и сделать оформление убрать нитки в общем то все по мелочи но тоже занимает время мне нравится сочетать в игрушке разные пряжа например на тело идет полухлопок а на одежду на брюки я использовала детскую новинку цвет сам шип а на кофточку тоже полушерстяную пряжу alize baby baby best по моему я рассказывала в предыдущем подключении я сначала хотела вязать две нитки мне показалось она тонкой но нет вполне нормально я вязала в одну мне так нравится как получились штанишки они со складками вывязываются я видела такие складки на других игрушках но не знала как они вяжутся теперь я могу самостоятельно придумывать и свои складки делать на ботиночках еще будут шнурки так вот и хочу рассказать вам какой казус у меня случился при вязании этого персонажа у меня оставался маленький моточек коричневой пряжи это yarnart джинс по-моему 71 и я начала вязать связала целый ботинок один и мне даже хватило на половинку второго и я взяла новый моточек начала вязать и поняла что он совсем не совпадает с оттенком моего маленького моточка и что же делать что же делать распускать мне не хотелось мне тогда пришлось распускать и всю вот эту ногу которая была у меня уже целиком связана а вязать из другого цвета ну представьте два разных оттенка на ботинках смотрелось бы не очень хорошо и тогда я вспомнила что когда-то давно я вязала свою первую куколку и волосы делала именно из этого цвета тогда она мне не понравилась и я ее распустила я перерываю все свои коробки состатками пряжи и нашла паричок той куклы и я была права этот цвет оказался в сочности как мне был нужен я немножко распустила кудряшек и довязала ботинок я очень рада что все закончилось минимальными усилиями на этой неделе я больше ничего не вязала но на следующее я планирую связать еще одного персонажа из гарри поттера а сейчас я заканчиваю и побегу ремонтировать видео и выкладывать на канал но это еще не конец я забыла посчитать все игрушки которые я связала на этой неделе рон переходит на четвертую неделю так зачет пойдет вот эта зайка раз два кошечка три кошечка и четыре лягушечка на этой неделе у меня четыре готовые работы а теперь точно все всем пока-пока